Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Вот здесь вам и побеждать! Новый стадион футболистам Ростова показал губернатор. Здесь несколько эстакад, которые дают возможность подъехать с любой стороны, с четырёх сторон к стадиону. Память поколений. Герои в Великой Отечественной вспомнили автопробегом по МИУС-фронту. Плотность огня составляла на один квадратный метр 110 пуль. То есть практически выжить здесь было невозможно. Рынок, жильё, кинозалы. Реализацию крупнейших проектов Ворошиловского района Ростова оценил Совет по инвестиции. Вбор без машин в рамках возрастающих требований к комфортному проживанию жителей предусматривает отсутствие автомобилей на внутридворовой территории. Кататься как Слуцкая. Знаменитая фигуристка учит детей жить, побеждая диабет. Ноги вперёд не уезжают, ножки держишь. Давай ещё раз попробуем. Давай. Давай, держись на меня. Давай, гид. О, молодец! Один удар в створ, один гол. Удар полоза принёс Ростову победу на Дуфой. Парень настоящий, парень таких мужицких кровей, который никогда не давал повода думать о нём, что он там чего-то считает или в бухгалтера превратился. Зарплаты на донских предприятиях должны выплачиваться вовремя. Потребовал сегодня от министров губернатор. Проводя заседание межведомственной комиссии по мониторингу реализации майских указов президента, Василий Голубев поручил руководителю аппарата правительства организовать контроль работы министерств по недопущению даже минимальных задержек. Обращаю внимание, глав муниципальных образований, министров, один месяц сбой в выплате зарплаты, один сбой в зарплате. Сразу должно быть вмешательство органов власти. Не нужно ждать, что через месяц кто-то погасит. Как только состоялся сбой, мгновенное вмешательство. Майскими указами определён контроль повышения зарплат. И в 2016 году на Дону плановые значения роста превышены практически для всех категорий работников. Новый стадион футболистам Ростова сегодня презентовал губернатор. Уже в ноябре здесь можно будет забивать победные голы. Сейчас Ростов-арена готова на 76%. Василий Голубев выступил опытным экскурсоводом, отвечая на вопросы игроков. В частности, о том, успеют ли к матчу открытия достроить транспортную инфраструктуру. 13 сентября этого года мы откроем Ирошиловский мост. В это время мы будем заканчивать въезд с Ростова. Это 8 полос вместо 4, которые были до этого. И здесь несколько эстакад, которые дают возможность подъехать с любой стороны, с 4 сторон к стадиону. Эта часть тоже отработана. Особенно беспокоит футболистов качество поля. И губернатор заверил, в мае начнут сеять траву, и газон будет самого высшего уровня. Курбан Бердыев поинтересовался, за какое время все болельщики смогут уйти со стадиона. Оказывается, максимум за 12 минут. Василий Голубев резко поднялся в национальном рейтинге губернаторов за два весенних месяца. По данным за март-апрель Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», у главы Ростовской области скачок сразу на 7 позиций с 24 на 17 место. Такой подъем эксперты объясняют несколькими факторами. Во-первых, это позитивная динамика развития региона. Например, ДОН, шестой в промышленном производстве и эффективности системы здравоохранения. Во-вторых, Василий Голубев вывел из тупика ситуацию с гуковскими шахтерами, изыскав средства на выплату долгов по зарплате за банкрота Кинкоула и гарантировав полную расплату до 1 июля. В-третьих, область уверенно готовится к чемпионату мира по футболу. Стадион и аэропорт строятся четко по графикам. Жилой комплекс «Норд», Северный рынок, кинокомплекс «Парк» – все это крупные инвестпроекты Ворошиловского района Ростова. Насколько успешно они реализуются, оценил на своем заседании городской совет по инвестициям. Количество инвестпроектов не самоцель. Сегодня главное – их качественное исполнение. Это красная нить Совета по инвестициям. В Ворошиловском районе доминирует строительство объектов торговли и деловой активности. А жилой комплекс «Норд» раздвинул границы Северного массива. Часть домов уже на территории соседнего Аксайского района. Стоимость проекта более 9,6 миллиарда. Предложенный инвесторам пилотный проект – проект «Дбор без машин» в рамках возрастающих требований к комфортному проживанию жителей предусматривает отсутствие автомобилей на внутридворовой территории. Виталий Кушнарев настоятельно рекомендует застройщику одновременно с вводом жилья думать о поликлинике и детских садах. Продолжается строительство второй очереди Северного рынка. Это будет восьмиэтажный объект с парковкой, кафе, детскими и спортивными площадками. Завершить его планируют в 2020-м. А вот кинокомплекс «Парк» на проспекте Комарова должен быть запущен уже к концу этого года. Кинокомплекс будет включать 9 кинозалов с современным оборудованием и новейшей лазерной проекцией. Большой детский развлекательный центр, несколько ресторанов различной тематики и зону торговли. Торговый комплекс «Горизонт» продолжает развитие. Сейчас здесь строится кинокомплекс с торговыми галереями, гостиницей и парковкой. Цена вопроса на сегодняшний день уже полмиллиарда рублей. В целом говорить о инвестиционном климате в Ростове, наверное, можно как о положительном. За продажу поддельного алкоголя могут увеличить наказание до 10 лет заключения. Сейчас срок от 3 до 7. К тому же привлечь к административной или уголовной ответственности можно будет не только юридическое лицо, но и продавцов контрафакта. С такой инициативой «Справедливая Россия» выступит в Госдуме. Об этом говорилось на заседании фракции в областном заксобрании. «Получается так, что продавец продает какой-то контрафакт на алкоголь. Часто по команде своего хозяина, но когда его задерживают, он говорит, ну а я тут при чем, я ничего не знаю, я физическое лицо. А его привлечь к ответственности нельзя, но в то же время его хозяина тоже нельзя привлечь к ответственности, поскольку продавец показаний на хозяина не дает». Говорили депутаты и о контрафактных продуктах, попадающих на столы детсадов, школ, больниц и других соцучреждений. По мнению справедливого Россов, это происходит потому, что поставщиком чаще становится тот, кто предложит продукты дешевле, а не качественнее. «Дети наши кушают совсем не те продукты, которые необходимы. Не выдержаны ГОСТы, которые не выдержаны требования к наполнителям, которые в этой продукции пищевой присутствуют». Во втором полугодии «Справедливая Россия» планирует представить Госдуме свой законопроект, ужесточающий ответственность за фальсификацию пищевой продукции. Взрыв на Чернобыльской АЭС случился ровно 31 год назад, 26 апреля 1986 года. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики, сравнимой только с радиационной аварией в Японии на станции «Фукусима» в 2011-м. Сегодня в Ростове у памятника участникам ликвидации последствий прошел траурный митинг. Александр Филипенко сейчас руководит региональной организацией инвалидов «Союз Чернобыль». Ведь тогда в 1986-м был среди первых, кого призвали на ликвидацию аварии. «Вот меня, например, забрали туда, в Чернобыль. Вечером в 11 часов постучались в ворота. Я открыл ворота, еще не ложились спать. В деревне не так уж здорово. Я в Оксайском районе, в Большом Лагу жил. Открыл ворота, милиционеры и двое с военкомата. Дали повестку, посадили в автобус и отвезли в 11 часов ночи в военкомат». Каждый год в этот день приходит сюда вдова водителя Василия Быстрова, Ольга. Мужу было 35, когда он 4 месяца отработал в Чернобыле в составе автороты. А после болезни дала дожить ему лишь до 54-х. И сегодня вдова вновь не сможет сдержать слез. «Конечно, это было как гром среди бела дня. Ну а что делать? Понимали, что помощь нужна. Тогда у нас не спрашивают. У них тогда не спрашивают». Более 20 тысяч жителей Ростовской области отработали на Чернобыльской АЭС. Сейчас на данном 6,5 тысяч инвалидов-чернобыльцев. «Первая очередная задача сегодня – это медицинское обследование, реабилитационное лечение не только самих ликвидаторов, но и их семей. У нас в прошлом году более 5200 человек прошли диспансеризацию». Чернобыльцы обратились к губернатору и градоначальнику Ростова с просьбой назвать безымянную площадь, на которой стоит мемориал, площадью Героев Чернобыльцев. Елена Ребжанова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. История в фильмах, учебниках, но не только места, великих боев нужно прочувствовать. Автопробег «Память поколений» – реальное прикосновение к Великой Отечественной. В этом году его маршрут в 350 километров проходил по МИУС-фронту. Начало маршрута у обелиска воинской славы в Ростове. 200 участников автопробега – студенты, ветераны, представители молодежных объединений. Цель мероприятия проста и понятна – прикоснуться к живым страницам истории. Когда молодежь знает историю, она уже может делать определенные выводы. Что прежде всего, самое главное, чтобы мы жили в мире, в согласии, в дружбе. Вот поэтому такие мероприятия мы и проводим. Первая остановка у мемориала «Самбекские высоты». Этот величественный комплекс и начинает МИУС-фронт, который в войну протянулся на 100 километров. За два года сражений на МИУСской земле остались 830 тысяч бойцов Красной армии и моряков. Черные бушлаты покрывали эту высоту в марте 43-го. Якорь, установленный на вершине, стал и символом Матвеева Курганского района. Плотность огня составляла на 1 квадратный метр 110 пуль. То есть практически выжить здесь было невозможно. Прорвать укрепление немецких войск удалось только с четвертого раза в этом месте, в Куйбышевском районе. Решающую роль сыграл казачий отряд, при появлении которого немцы в панике оставили свои позиции. Завершился автопробег в еще одном городе воинской славы – Таганроге. Построение гимн «Цветык под ножей обелиска». Впечатление дня. Многое вспомнили из того, что было в курсе истории в школе. Вспомнили истории, которые рассказывали дедушки нам о войне. Ну, такие чувства поднимаются. В следующем году планируется автопробег по южным районам. Ростовская земля вся отмечена знаками былых сражений. Идея автопробега была такова, чтобы показать молодым людям, показать, что рядом с ними, там, где они живут, есть места, где люди когда-то отдавали свои жизни за наше будущее. Военно-патриотические мероприятия проходят в эти дни во всех городах и районах области. Татьяна Бочарова, Андрей Токарев, Дон-24, МИУС-Фронт. Смотрите во второй части выпуска. Кататься, как Слуцкая. Знаменитая фигуристка учит детей жить, побеждая диабет. Ноги вперед не езжай, ножки держишь. Давай еще раз упаковываем, давай. Давай, держись на меня. Давай, гей. Ого, молодец! Один удар в створ, один гол. Удар Пола запринес Ростову победу над Уфой. Парень настоящий, парень таких мужицких кровей, который никогда не давал повода думать о нем, что он там чего-то считает или в бухгалтера превратился. Мимо бронзы баскетболистки Ростов-Дона провалили решающий матч и остались на четвертом месте Суперлиги. Финальные игры, они самые важные. И пока что у нас не все осознают именно важность, скажем так, концовки. Не сумев договориться с банком по облегчению условий валютной ипотеки после падения рубля в 2014-м, заемщик решил защитить свои права креативно. Вдохновившись примером канадского певца Дэйва Кэрролла, который песней отомстил авиакомпании за сломанную гитару, Алексей Ходорыч написал свой музыкальный памфлет. Оформив валютную ипотеку и став счастливым обладателем двушки в спальном районе Москвы, журналист и выпускник ЮФО Алексей Ходорыч исправно платил кредит до 2014 года. Но после резкого скачка курса доллара платежи стали непосильными. Я решил перейти в рубли, но они сказали, что оказывается так просто перейти нельзя, это нужно брать новый кредит, и за это нужно доплатить, там около было полумиллиона рублей. Мы обратились к знакомому юристу, и он сказал, что это договор с нарушениями, то есть там не указан на сумму рубля, хотя по закону России все кредиты должны быть с валютным эквивалентом. Обнаружив в договоре о грехе, Алексей с супругой обратились в банк с просьбой внести в документ изменения, но там нарушения не признали, и начались судебные разбирательства. Указанному клиенту в течение 2015-2016 годов было предложено множество вариантов регулирования ситуации, в том числе рефинансирования, с честным списанием долга. Также мы предоставили возможность настоятельной реализации залога. Клиент отказался от всех предложенных вариантов и настаивает на фиксации курса на момент выдачи кредита. К сожалению, при отсутствии компромиссы банк выносит взаимодействие с клиентом в порядке, установленном законодательством РФ. Алексей уже проиграл три суда. Ипотеку, а по новому курсу доллара, это почти 100 тысяч рублей в месяц, не выплачивает. Его квартира в исполнительном производстве у судебных приставов. И надежда только на решение конституционного суда и внимание общественности, по примеру истории Дэйва Кэрролла. Почти год канадский музыкант пытался получить компенсацию у авиакомпании за сломанную гитару и отомстил песне о конфликте, клип на которую мгновенно приобрел бешеную популярность в интернете. Свою историю Алексей тоже изложил в стихах и записал трек с запрещенными барабанщиками. Идея прекрасная, я, правда, мало в нее верю, но что она закончится прям вот нашей победой, но тем почетнее, так сказать, наша миссия. На гору с голыми руками выходим, да, силы слишком неровны. Песня канадского музыканта серьезно подорвала авторитеты авиакомпании. Ее убытки составили 200 миллионов долларов. В планах Алексея песней не ограничиваться. На своем споре с банком он уже написал киносценарий, которым заинтересовался известный столичный продюсер. Я рассчитываю, что эту историю подхватят не только российские СМИ, но и западные СМИ. Я надеюсь, что эту песню заметят, что это может быть дойдет и до президента, и до Конституционного суда, и до всех странных людей. Я надеюсь, что это может быть дойдет и правду поведение взял. Чтобы поведать огонь, мироеда, и всем вам эту песню, друзья. Анна Туполева, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дон. Ирина Слуцкая учила ростовских детей жить, побеждая диабет. Пистолетики, фонарики, саночки на льду хоть на время заменили малышам слова «инсулин» и «строгая диета». Знаменитая фигуристка сейчас руководит Добровольным физкультурным союзом и проводит мастер-классы в ходе всероссийской акции против диабета. Ноги вперед не уезжают, ножки держишь. Давай еще раз попробуем, давай. Давай, держись на меня. Давай. Ого, молодец! Молодец! Шестилетняя линия Алексей Чук встать на коньки было не страшно. Девочка занимается современными танцами. Оставалось только на льду приноровиться и название элементов запомнить. Понравилась мне лампочка. Правда, упражнение называется не лампочка, а фонарики. Но тут важна неточная формулировка – впечатление. Реакция ребенка, пускай даже это уже подросток, она фактически везде одинаковая. Вот такая. То есть действительно. И здесь они еще такие, они спокойные, держатся. А то, знаете, через пять минут так, дайте я сам, я сама, я поеду. Они что-то падают, стоят, отрякиваются, едут дальше. Проблемы больных детей с Луцкой близки. Сама училась жить с хроническим заболеванием сосудов. В 2003-м врачи советовали забыть не только о карьере, но и о возможности иметь детей. Но борясь с болезнью, Ирина вернулась на лед. А потом и родила. У меня двое замечательных детей. Я после этого прекрасно еще выиграла и чемпионат мира, и несколько раз чемпионат Европы. И еще одну медаль на Олимпийских играх заработала. Поэтому я иду в ногу, значит, как плечо к плечу с моими врачами. Первую такую акцию провели два года назад. На новогодние елки раздали больным детям коньки. Но столкнулись с неоднозначной реакцией родителей. Прятались детей, говорят, нет, нам что-то там нельзя, мы не можем. Как так, вот что, нам нагрузка нельзя. И вы знаете, родители потом, когда дети покатались, тоже с такими вот щеками розовыми, их не остановить было, родители подходили и начали задавать вопросы, а где мы можем заниматься. Эндокринологи уверяют, физические нагрузки для больных с сахарным диабетом полезны. И здесь мамы смогли в этом убедиться. Это дает не только эффект снижения глюкозы в крови, но и положительный психоэмоциональный. А положительный психоэмоциональный настрой всегда позволяет победить любую болезнь. Есть действительно люди с заболеваниями, которые преодолевают это заболевание и побеждают. Есть люди, которые побеждают благодаря заболеваниям. Это как биатлонисты, например, получают дополнительные какие-то преференции, применяя запрещенные препараты для лечения. Важный итог акции – подписание договора о сотрудничестве между Ростовской областью и Добровольным физкультурным союзом. Минспорт займется поиском спортплощадок для диабетиков, которые будут заниматься под строгим наблюдением врачей. Олеся Слынько, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. После продолжительной нулевой серии футболисты Ростова начали новую. Не пропускают, но теперь забивают. После разгрома московского «Спартака» скромнее, но обыграли Уфу. В этом матче из-за травм не играли Кудряшов и Калачев, которого на фланге заменил Терентьев. А вместо Бухарова на острие атак с первых минут вышел Азмун. В первом тайме игру вели ростовчане и на 23-й минуте забили. После навеса на Боас Лангополо с головой точно срезал мяч в угол. Больше наш клуб острых моментов не создал. А Уфа несколько раз была близка к голу. Но Никита Медведев снова выручил и вместе с непроходимой защитой довел свою сухую серию до 862 минут. Это второй результат в истории России. Выше только Нигма Туллин. Но сыграй Медведев еще один матч на ноль, станет первым. Парень настоящий, парень таких мужицких кровей, который никогда не давал повода думать о нем, что он там чего-то считает или в бухгалтера превратился. Он выходит на матч с полной отдачей, как это было всегда, так же, как и на каждую тренировку. Победа 1-0 укрепила Ростов на пятой строке таблицы. Следующий матч опять дома в воскресенье с Амкаром. В решающем матче за бронзу у соперниц ростовчанок, баскетболисток из Москвы, что называется, полетело. Они попали 13 трехочковых, а всего набрали невероятные 80 очков. Все как под копирку. Дебют хозяйкам снова не удается. Вновь точно издали обстреливают наши владения. И что самое обидное, без помех. Ростовчанки пытаются отвечать и в итоге благодаря трехам наберут 21 очко. А Мащенкова 20. И, несмотря на командную неудачу, станет самым лучшим легким форвардом сезона и лучшим бомбардиром. Я считаю, что на самом деле сезон мы провели очень достойно. Мы весь сезон шли на втором месте. И это очень хороший результат. Но все равно финальные игры, они самые важные. И пока что у нас не все осознают именно важность, скажем так, концовки. За пять минут до конца первой половины подопечным Андрея Бабичева удается вплотную подобраться к столичным баскетболисткам. Но снова дальние броски, кстати, в исполнении очень-очень рослой девушки и самой результативной по итогам матча Елизаветы Братчиковой. Рост центровой – метр девяносто, а в ее активе – двадцать два очка, восемнадцать из которых трехами. Просто полетела на кураже, и девчонки хорошо играли. А когда вся команда играет уверенно, и сам чувствуешь себя уверенно. И поэтому это бросало даже и не думая о том, что забью, не забью. Просто кураж, кураж, кураж и все. Матч сильно напоминает игру днем ранее. Но после первой половины счет неравный. У гостей плюс шесть. Казалось бы, не катастрофично, но передачи летят безадресно. Гости периодически дают шансы подбираться ближе, но сами не пользуемся. И отрыв растет. За десять минут до конца МБА ведет плюс пятнадцать. И москвички весьма самоуверены. Поболеть за пантер прилетели донские кондоры. Но чемпионский дух передать не удалось. Плюс на решающий матч помочь второй команде МБА приехали пара девушек из премьер-лиги. И общими усилиями уверенно победили 80-61. Я хочу извиниться перед болельщиками, которые сегодня пришли. И мы вчера подарили им надежду. Сегодня так бездарно сыграли. Пропустили в первую очередь три сачков. И я думаю, что это стало ключом к победе МБА. Хотя все утром было на треновке разобрано. И оговорено, что надо играть. Но, к сожалению, где-то что-то недослышали, недопоняли, наверное. Из-за этого так провалились. И потом уже тяжело было так много. И все-таки прогресс команды очевиден. После седьмого места в прошлом сезоне по итогам регулярной стадии мы вторые. А в итоге четвертое место и надежды на дальнейший подъем. Лев Клинов, Юрий Санкин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. На сегодня это вся информация. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин